Иртыша винит себя. Итак, матч между Иртышом и Тимиртау за номером 1. Начался он очень активно. Вот так вот хозяева открыли счет в этой игре, но шайба не была засчитана, так как ворота были сдвинуты раньше, чем шайба побывала туда. А вот здесь уже атака от Суханова и великолепный сейф галкипера Валерия Штукерта. И здесь также галкипер Иртыша спасает свою команду, как мы видим. И во второй раз в первом отрезке шайба оказалась в воротах, но здесь очевидно сыграл высокоподнятой клюшкой нападающий Иртыша. И эту шайбу арбитры вполне заслуженно не засчитали. Муса Гусейна выводит Тимиртау вперед вот таким вот образом. Здесь создал на себе оперативный простор и достаточно уверенно переграл Валерия Штукерта, которому в данном вопросе, в данном моменте вопросов нет. Смотрим затем, как Тимиртау строит свою очередную атаку. Этих атак было очень много, как с одной стороны, так и с другой. Вот здесь еще один момент, и Штукерт выручает в очередной раз свою команду. Здесь же бросок был в ближний угол. Здесь тоже хороший шанс у команды из города Металурга. Вообще стоит сказать, что была игра достаточно равная. Вот так вот Никита Потапов, точнее Попов делает счет 2-0 в пользу своей команды. И казалось, что прям такой пол-позишн, который позволит Тимиртау в этой встрече легко победить. И вот здесь еще один момент у Попова, который выходил 1-1, но переиграть Штукерта он не сумел. Однако затем повладарцы сумели эту игру перевернуть. И вот, собственно, начало этого самого переворота. Александр Своеволин здесь оказался очень активен на чужом пятаке и одну шайбу отыграл. Но это было еще далеко не все, поскольку повладарцы буквально через несколько смен уже сравнивают счет. И это делает Илья Камбулов, который на чужом пятаке подсуетился. И здесь, кстати, тоже был видеопросмотр, но арбитры эту шайбу в конечном итоге засчитали. Вот здесь Егор Сагайдак получает 5-минутный штраф. И казалось, что у Тимиртау есть шикарнейшая возможность для того, чтобы все-таки выиграть в основное время этой игры. Но! Но Максим Карпов убегает уже в формате 4 на 4. И броском в дальний угол застает врасплох Демида Еремеева. И вот так вот повладарцы уже выходят вперед. И Тимиртау предстояло проявлять характер и сравнивать цифры на табло. И сделали они уже это достаточно быстро. Никита Потапов, автор заброшенной шайбы. А вот это уже овертайм и Дмитрий Преснов и его проход к чужим воротам. В конечном итоге 3-4 в пользу Тимиртау победа в овертайме. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Вот она статистика по итогам стартовой игры. Завтра состоится повторная встреча. 29.33 статистика по броскам. Штрафные минуты здесь, конечно, благодаря Мусе Гусейнову. Вот такой вот получился переворот в пользу Тимиртау. Ну вот, собственно, вся статистика этой игры на ваших экранах. Классная была встреча. И с большим удовольствием мы ее с вами посмотрели. Ну что ж, на этом все. Будем прощаться. Спасибо всем за внимание. И до скорых встреч на хоккей. До свидания. Продолжение следует...